Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Потом вспомним, но не очень хорошая вещь Записи и записи удалите промыла Хорошая вещь, правда, я ожидал чего-то страшного Ну она страшновато, конечно Если стакан сразу бахнет, то можно и умереть, мне кажется Я не уверен, что я смогу бахнуть стакан Ножок произойдет и вообще там что-то страшное Но как-то разбавлять не хочется Аришстрон Муншайн Надо дегустацию строить, сравнивать с Муншайном, да? А, вот с этим сравнивать, как с эталоном Муншайнов Знаешь, что фихоа, во Что? Фихоа, зеленая такая хрень Слушай, что-то есть, я... Называют зимняя земляника зимняя клубника Не зимняя, зеленая зима Как-то называют Слушай, я не могу делать те впечатления, что я это уже ел Я не пил это, но что-то я ел А-а-а! Это такой чай... Китайский овощ Не овощ, а фрукт Нет, овощ есть такой очень похожий Очень похожий вкус Я не знаю, как он называется Хуаю называется Нет, может он и фрукт дает, но в чайнице дает ему. Он зеленый такой? Нет, он не зеленый. Когда я его ем, он уже белый. Чем это? Тебе какие-то страшные гадости укорнят китайцы твои? Нормально ты там был, все хорошо, у нас. Не знаю, правда. Ну, ты видел там, как все там компактно, как там по-простому, как там без всяких понтонов. Ну, знаешь, в Нью-Йорке было еще проще всего. Нет, ну, там было, у нас было пять историков, но в Нью-Йорке один. Один, да. У нас еще проще. Локальное население, а с locals были реально, которые, знаешь, не такие, в общем. У нас аудитория лучше. Вот тут есть привкус, одно единственное, что мне не нравится в этом напитке, привкус какого-то... Вот это вот китайские овощи. Это дряни какой-то. Да это китайские овощи, я тебе говорю. Китайцы тебя не любят, если они такие овощи не делают? Нет, я их не ел, я давно не ел уже такое. Но у них когда с чайнис веджета бас, да, ты там, с китайскими овощами, ты заказываешь что-то, да? Вот там есть один. Вот такой вот. Ох, ёлка! Ты на стороне. У тебя усохни. Он, ты видишь, как через усы вдыхает. Ну, хорошо. Да, у него фильтр там развился, да. Он вот так вот делает, так вот как-то. Вот так вот как-то строго так, знаешь. Он ни разу, по-моему, не изобразил удовольствие. Да он, наверное, это карамели отделяет глазами и там масла как-то в одну. Это же актер, это актер явно просто какой-то. Причем я так подозреваю, что это швед. Не имеешь. Он с таким многозначенным видом ходит, я не знаю, че он ходит. Да, ходил он здорово там. Че он там еще. Мне кажется, он торф сожрет, помнишь. Да. Понюхал, думаю, сейчас откусит. Слушай, че-то у него какое-то явно было дело, которое он делал, но непонятно как-то. Ну, ладно. Извини, извини. Ну, хоть это трудно, конечно. Ну, послушай, если это 20 долларов, это отлично. 30. Ну, а, между прочим, остаются какие-то следы. Все-таки там что-то содержится, кроме спирта. Сивушка какая-то. Ну, 80%, значит, 20% вот это вот все. Хвосты. Ах, как хвосты, замечательно слитые, пахли в пруд. Там, конечно, был еще запах застойной воды, вот такой канализационный. Но все равно на этом самом, на Buffalo Trace очень хорошо пахло. Ну, слуш, надо сделать, надо сделать это самое. Подколку. По крайней мере, все. Мы футболки делаем? Да. Главное, чтобы, смотри, тут будет написано Buffalo Trace. Там, Digging Team. А сзади будет полный план. То есть, будет показан, знаешь, Warehouse. Такая, Warehouse 4. Да, да. Пунктирнели почему-то такая извилистая должна быть. Да, 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 да. Улица. Все должно быть хорошо нарисовано. Да, сделаем. А это очень хорошая идея. Так. Нет, так и есть. Может быть, тогда уже спереди сразу? Ну, я не знаю, спереди просто... А сзади как раз тинтра-то там. Нет, сзади, знаешь, сзади более плоская поверхность всегда видно. Ну, мы же теток у нас не будет. А у кого у нас там такая поверхность? Никому. У нас эти-то впалые, как я такие. Да, да. Нет, просто тут руки обычно у тебя. Там какие-то вещи. Руки вот так вот будут, когда это по телевизору будут показывать. Или вот так вот. Поэтому здесь должно быть все. Нет. Ты тут, там, смотри, у тебя здесь мало места, потому что у тебя здесь вот это. А там больше места. Ну, я не знаю, наверное, тут, да. Больше. Ну, может быть. Слушай, давай сделаем вообще с одной стороны все. Нет, с двух. Должно быть написано, что это Tunnel Digging Team. И план должен быть. Надо только узнать плавные детали. Может без болки. Ну, это дорого. Нет, без болки. Слушай, а нам здесь это будут печатать? Может, они напечатают. Ну, слушай, я не знаю. В смысле, за большие деньги напечатают просто. Нет, за большие ты не хочешь. Если придется, за 20 баков напечатать. Надо меньше. Ну, 20 баков каждая футболка? Ну, да. Знаешь, там какие-нибудь офсеты. Ну, не знаю. Я не знаю, сколько. Ну, 20 это, ну, это не так плохо. Хотя, ты знаешь, честно говоря, бывает и лучше. Я не помню, почем печатают там. Ну, слушай, это одна сторона, возможно, 20. А, давай вернемся к обсуждению напитка. Ну, подожди, подожди. Что про него еще сказать? С Бармалеевками сразу? Ну, подожди, подожди. Ну, вот это сама. Какие у нас, вот, майл стопы? Те нужно выяснить. Просто потом мы можем уже ничего не обсудить после вот этого напитка, да? Ну, я хочу тебе сказать, что нужно решать, узнать, в каком там... У меня было много идей, например, Фри Джордж. Тоже такое. Фри Джордж. Кто такой Джордж? Джордж Сти. Его надо же освободить. Ага. Ну, что так. Сейчас интересно, у нас вообще схемка-то идет. Вряд ли. Идет. Да? Ну, слушай, ну, в общем, суть такая, что там надо посмотреть, в каком... Оля. Ну, мы снимаем тут для какого-нибудь канала. Да. Для первого канала. Айриш ТВ. Слушай, сборная Шотландии играет на чужом поле, надо сказать. В Америке пьем Айриш. Да. Сами-то мы вообще не шотландцы. Мы почетные шотландцы. Мы сами. Ну, у нас Шотландия. Мы позиционируем. В четвертом измерении. У нас Шотландия, как у этих, помнишь? У Максима Федора. У них наступала самая. Да, естественно. Конечно, да. Наступала у них там. Что-то там есть, я не могу понять, что. То есть, все отлично. И фихуа. И фихуа. Ты знаешь, какой-то жженый сахар я вот чувствую. Не знаю, с какого-то счастья. Не думаю, что он здесь есть. Я чувствую... Они же его явно не выдерживают. Ну, все отлично, но вот есть этот привкус. Привкус гадкий. Ну, вообще, да. Все-таки я чувствую либо землянику, либо фихуа. Совершенно... Совершенно я... Да ладно, Оля, ты чего так стримаешься-то? Смотри, как все серьезные. Тема ушел, Оля ушла. Галина Самуила там дамплинги переваривает. Тоже где-то в одиночестве. Не, ну что... Нормальное пойло. Да, конечно. Можно всегда приходить... Ну что? Знаешь, какой его юсыч очень простой. То есть, ты приходишь в гости и знаешь, что никто их пить не будет. Кроме тебя. Приносишь с собой? Да, приносишь с собой и все хорошо. И больше тебя в гости уже туда не зовут. В принципе, нормально. Либо гостям выставлять. Нагрянули гости внезапные какие-то. А, это точно тоже... О, ребята, у меня такая классная штука. Редкая. Да. Сначала рассказать про нее каких-то легенд. Да, такие. Да, такие. Выставляешь там. Ну что, угощай и идти себе. Какая идея. Надо держать в баре такой. Отпугивать обязательно. Как репеллент, знаешь. Да, да. Репеллент. Вдвигайся. Слушай, может вот это она мне и напоминает? Репеллент. Как-то Dead там или как-то. Да, да, да. Какая-то там. Это еще такие там жуки. Нет? Хлоравка? Не хватает. Нет, слушай, что-то есть. Ну, нет. Ладно, это лето я проведу вдумание там, понимаешь. Полное. Да, ну это отличная идея. Репеллент, да, такая. Там надо менять специальную секцию. Репеллент. Репеллент. Гестр-репеллент. От гостей. Средство от гостей. Прекрасно, слушай, надо мне такую купить. Да, я думаю, что тебе купить надо невесту и такую. Да. Невесту я буду разливать, может быть, ну, бутылочек каких-нибудь накупить там в Питере и невесту всем разливать. Да, ты видел мои бутылочки? Ну, оптичные обычно. Да, хорошие бутылочки. Ну да, невеста отличная. Надо признать, что такого соотношения цена-качество я просто никогда не видел. У него не существует в природе. 2 литра почти за 40 баксов. Причем такого отличного пойла. Old Weller Antique. Ну там и 12 тоже вроде неплохо. Да все, наверное, плохо. Это же Buffalo Trace. Это же лучшее место в Штатах. Все это называется Angels Share? Так. Ну мы не Angels, мы кто? Надо подумать, кто мы. То, что они обнаружили. Elf Share. Ну Angels там уже забронирован. А, там уже очередь. Two Angels. Да, это Крис сейчас. А у нас такой эльф, гоблин, шевер какой-то. Я не могу понять, что в них есть. Что-то хорошее есть. Нет, в данном. Ну ладно, я не буду думать. Я тебе напишусь. Ну не думаю, что я за две недели пойму, что там. Сырые грибы, может быть. Шампиньоны, что ли? Да, может быть такая вот шампиньоны. Слушай, я не знаю. Есть у меня очень привкус такой. Может я... Привкус там гадкий есть, согласен. По-моему, это шампиньоны. Но все-таки в основном там неплохо. Очень неплохо. Допивай, а то я... Допивай что? Ну, в смысле, я, видишь, вон, у меня уже пусто, а у тебя еще есть. Я думаю, ты допивай. Ты мне еще живой пока нужен. Интересно, в пересчете сколько это будет? Бутылок... Сколько это бутылок водки? Да две. Все же просто. Фига себе, я налил так по-доброму. Ладно. Не, у меня что-то не было. Ну, согревает очень конкретно, конечно. Наверное, это лучше, чем Бармалеевка. Вот, что я тебе хочу есть. Хотеть Бармалеев, Бармалеев. Разбавь это твоим санпелегриной, и будет Бармалеевка. Наверное. Не-не-не, ни в коем случае. Я не хочу портить хороший напиток. Потому что ничего гажа, чем спирт с газировкой. Просто представитель. Слушай, Миша, сходи за чеком, а? У меня нет чека. А, это у тебя где-то там надо в интернете копать. Нет, в чеке нет интернета. В чеке только сумма. Слушай, на Биннисе, на сайте есть ценник, я уверен. У них же есть сайт? Есть. Вот. Неправильный сайт. Так, а вот сейчас происходит преступление. Я извини, можно я не буду это пить? Нет, конечно, не могу. То, что ты сейчас сделаешь, я пить точно не буду. Побольше, побольше. Там был у нас, например, один к одному. Нет. Подожди. Сейчас скажи, лучше стало. Да. Да. Да ты капнул там одну каплю. Это освободились эфиры. Да. Это как делают вот эти все. Задроты там. Капельку. Да, лучше. Я тебе верю. Ну, это же не соленое. Это же не... Чем мы тогда? Боржоми? Да. Боржоми это была ошибка. Оно же соленое. Ты знаешь, что я тебе скажу? Не только оно соленое. Помнишь, было холодно, да? Когда я стаканчик просто подносил вот так, да? Мне уже хотелось... То есть, на Холдзе запах-то не распространяется, на самом деле. Не должен, по идее. Но он был такой, что... У меня просто было видно, оно еще пузырилось. Так оно, наверное, содержит серо-эдуардовый род или какие-нибудь такие. Ну, оно было такое, знаешь, оно мне напоминало, как это... Хлорид натрия, не хлорид натрия. В общем, от сердца это вот дают. Делают еще творожок вот на основе этого. Хлорид кальция, по-моему. Такая страшная гадость вообще. Очень. Боржоми, это, конечно, тот еще напиток. А когда он смешан со спиртом... Не, хорошо, что... Бармалиевка хорошая. Бармалиевка, да. Это прям, бог шерьму метит. Только на улице Бармалиева такой. Можно, надо это придумать. Разливают, да. Бармалиевка... Вообще, сильный бренд, я считаю. Слушай, да, мы, конечно, не сравнимся с этим маркетологом, который, там, водка, журавли, там... Да. Так я там пытался ирою объяснить, там, заводку, что у нас там... Ну, я не знаю. Я никогда не слышал. Песня. В том строю есть промежуток малый. Возможно, это место для меня. А Квасов написал что-то... Вот что-то женщины проходят мимо, чего-то там, какими-то ногами там чего-то. А между ног есть промежуток малый. Возможно, это место для меня. Ваня, он весь в этом, конечно. Вот утром я объяснял там, что... Право в том, что в России маркетинг и вообще... Вот там... Он спросил, сколько в России сортов водки? Ну, такой вопрос забыл. Я там... Питал объяснить, что в России может быть и три сорта, или четыре, да. Мы не знаем, но... В магазине, да, там, стены заставлены разные. Ну, как-то может быть, я говорю. А что, ну, слушай, ну там... Каждый придумает, берет там... Каждый, кто хочет, разбавляет. Спитхват, давай. Называй. Нет, там не только. Слушай, там добавляют, на самом деле, по-хорошему. Туда добавляют почему-то глицерин. Чтобы лучше... Не знаю, что. Вот. Глицерин всегда практически добавляют. Значит, потом... Русская водка делается на нетипеченной воде. Это почему-то влажно. Вот. Ну и туда, значит, сахар обязательно добавляют. Сахар. Ага. Просто сахар. Ее сахарят. Значит, сахар, глицерин. А... Нет, забыл. Что-то еще туда такое, знаешь, вот в голову не придет даже. Слушай, я понял, чем это пахнет. Это пахнет серой картошкой. О, тонко. Нет, собственно, и сделано. Слушай, это сильная вещь просто. Она стимулирует работу мыслей. Нет. Серьезно? Это действительно крахмальная такая, что-то очень. Наверное, мне кажется. Картофельный крахмал. Кстати, может быть... Да. Вы знаешь, когда стены, обои вот это вот разводят, это же... Слушай, я ел сырую картошку, я просто помню вот это. А, ну сырая картошка. Она не очень вкусная, скажу честно. Не, ну в ней что-то есть. Говорят, что... Говорят, что если вот нос вот так вот сделать, то ты сырую картошку от сырого яблока не отличишь. Ну, может быть... Ну, может быть... Что... Ну, она на самом деле есть... Нет... Ну, она скользковатая. Она такая... Она скользкая. Она скользкая. Ну, не скользкая. Скользкая. Консистенция маленькая другая. Хотя, если вот, знаешь, такая свежая... Текстура, текстура. Ну, знаешь, картошки разные бывают. Есть же вот суповая, есть салатная картошка. Они по содержанию крахмала как-то отличаются. В общем, я хотел Рою рассказать там про... Я говорю, вот смотри, там кто-то смешивает, да, потом... Рой же теоретик, он же вообще не пьет ничего. Ну, пока меня не стоит, он вроде не пьет. А, все, начал уже? Ну, мы с ним как-то... Ну, не сильно. Ну, ты с Роем много не пей, потому что такие люди, они потом, знаешь... Да. Должны нам ванну скотча, в общем. Могут сюрприз приподнять. Ну, это ванну скотча, ладно, если они тебя там топить не будут. Не, не, Рой такой, блин. Да, 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 да. Вот самые-то страшные, это безобидные вот эти ребята. Кого же ты мы напоили как-то раз? Тоже такой совершенно... Я не напоил ничего! Мы пошли пиво выпить после напряженной рабочей недели. Кого я поил-то просто? Ты не понимаешь, о чем ты говоришь вообще. Ты что думаешь, я там наливаю стакан? Ну, по два пива, я выпил три, а он одно. Я допил его, ну... Ну, а потом? Потом мы пошли стебаться над Джастином, который барменом работал. А там что пили? Ну, ничего не пили. Мы решили, что Джастин, конечно, не захочет видеть, знаешь, своих друзей Эсселс. Ну, в смысле, там, знаешь, типично выпили его друзья и пришли. Там вот это самый Джастин. Ну, как в «Прасти и Блюз» помнишь, они пришли? Я помню. Ну, да, типа, да, 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 вот это вот. Я куплю ваших женщин. Сколько стоит ваших женщин? Ну, примерно, да. Именно так. Просто вообще один к одному, на самом деле. Ну, то есть вы что-то еще все-таки пили? Не могли же вы по пути еще не пить? По пути? Не, мы выпили и пошли. Ну, слушай, я... Ну, слушай, я... Ну, слушай, я... Профессор учат мою дочь. Чему? Ну, артифишево не учатся. Ну, слушай, неважно. Так что я хочу? Про водку, да. Я ему говорю вам, как это говорит? Ну, я говорю, вот есть водка, там, Путинка, или что-то там, типа... Ну, Сантри, вот мы с тобой взяли, смешали, там, нужно назвать. Ну, можно назвать. Берем там, типа, там, типа, самое, придумываем, да. Или, блин, будет называться «Ежик». Там, «Hedgehog». Ну, и какой-нибудь наш слоган должен быть. Там, какой «Hedgehog» может быть слоган? Что-то я там... Хedgehog. Да. Только для настоящих мужчин. Или нет. Нет, нет, у «Ежика» всё красивее должно быть. У «Ежик», 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 «Ежик». Он уже в тумане. У него же лошадка. Нет, это не так, это не так. Это не так. Это не это. Видишь лошадку? Такие тонкие с тебя, видишь? А её нет. Или наоборот. Да. Это тонкая. У меня там было что-то попроще, что-нибудь. «Ежик», «Ни головы», «Ни ножик». Да бог с ним скажет. Нет, типа ёжик в городе. Или что-то. Не помню. Какая-то фигня такая. Понятно, ладно. Ну да, ёжик в тумане. Слушай, смотри, отличная идея про водку. Видишь лошадку? Ёжик. И такая, видишь лошадку? Нет, пока ещё нет. Вот это будет культурная водка, а не какая-нибудь там, абсолют, я не знаю, чёрная смородина. А вообще такую водку, знаешь, например, назвать как-нибудь, там, разговоры на кухне. А можно водку? А можно ещё лучше. Водка с другой стороны, вот разговоры, не знаю, какую-то. С другой стороны, какой-нибудь кроссов. Всё, Оля, ты пошёл. Ты вообще всё, слушай, никто никуда не уходит. План такой у нас. Мы попадаем в тюрьму. Да. Но при себе, ну да, рисуем там плакаты. Такой типа, голосуйте за нормальную тюрьму. За нормальную тюрьму. Водъезд фор нью джейл. Нью джейл, ага. И всё. Вот это будет, конечно. Сяду когда-нибудь. Блин. Это будет сурово, конечно. Случилось. Потому что я не знаю, мне как вот эти все либералы и активисты, мне несколько раздражают. Да главное, не они меня раздражают. Мне раздражает публика, знаешь, типичная у вас тоже, которая ведётся на все эти, знаешь, там от Жириновского до какого-то... Не, Жириновский продуманный проклассник. Да, 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 да. Я понимаю, у меня простая риторика, очень эмоциональная, и очень фактов нету, да. Ну, придумали, похоже. Ну да, там это всё, ну там... По тону голоса там, типа... Да, ну, слушай, так у нас же все такие, знаешь. Ну и здесь тоже ведутся тоже эмоции. Да, ведутся эмоции. Это очень печально и страшно. Ну, кстати, я могу сказать, что вот я вот смотрел на вот эти плакаты, которые стоят, ну, типа, что там голосуйте за и голосуйте против. Ой, голосуйте за ужасный. Голосуйте за, а на чёрном это против? Нет, глобюди против на чёрном, а голосуйте за на красном. А, голосуйте за на красном, да, этот на чёрном. Ну, в общем, короче, они на самом деле ужасные то и другое. Сделали бы что-нибудь такое, там, зелёненькое, там, приятно, голубенькое. Слушай, и причём, мне кажется, что и та сторона и та, на самом деле, как идиотов за нас и за идиотов несколько считаю. Может, мы такие есть. Я вообще не знаю про себя. Слушай, а вот хорошо, должен быть третий путь какой-то. Голосуйте за что? За отмену наказания, наверное, за там... Ну вот да, это надо работать. Просто они, видишь, эти себе это взяли, которые против тюрьмы. Говорят, не надо траливать. То есть, они хорошие вещи, хорошие аргументы пересменили в свою сторону. Я считаю, это к этому вопросу не имеет никакого отношения. То есть, они, по сути, они голосуйте против хороших условий содержания в тюрьме. Потому что, ну, например... Это же идиотизм, блин, придурки. Ну, ладно, точно. В общем, да, ваши либералы как-то... Какие-то те ещё либералы. Да, я говорю, вчера смотрел. Помнишь, я стал смотреть это самое? Да, я видел, ты смотрел этот шляп. Нет, я смотрел вот этот Game of Thrones. Ну да, сначала. И что-то мой глаз попал, да, на эту дискуссию, да, которую говорят Лешина женой. И что-то я стал её смотреть, и... Я даже проскипал там много и стал на... Ну, как бы обсуждение там перешёл. Что-то печально было всё. Печально. Ну да, да, да. Ты посматривай иногда. Вот если увидишь, что красная точка не горит, сразу говори мне. Да, я вижу, красная горит. Давай. Слушай, я всё время посмотрю, как бы... Получается, что... Я всё время смотрю, как я выгляжу в камеру. А это не так. Я ужасно выгляжу, но это не так. Ну, нормально, нормально. Ты знаешь, как это кто-то сказал, да, все мы вообще идём к одному, знаешь, общему какому-то. Но все там идём к тому, чтобы выглядеть просто старыми евреями такими. Я хочу выглядеть Владимиром Басовым. Это вот мой кумир с детства. У него так не получится. У него такое лицо, конечно. Нет, я думаю, нет. Он не похож на того еврея. Ну, я не знаю, на кого он там похож. Ну, он похож на Басова, конечно. Владимир Басов. Ну, Евгений, больше таких... Может быть, тот вот судья из этого фильма. Ну, да. Хотя, ну, судья немножко он был скучноватый там. Ну, у него не было такой харизмы. Харизмы не было точно. Обаяния его. Обаяния его. Говорят, Басов просто он там... Тёпки просто все там падали. Я не знаю, да. Я не знаю. Я не знаю. Был бы я, тётка, может быть, упал бы. Помогут вам эти козявочки. Да. Да, это просто бочек машина. Мои дорогие козявочки. Ну, слушай. В общем, на самом деле, вполне мы дошли до верхнего края этикетки. Да, это не очень. Нет, нормальный напиток. Что-то мне только напоминает. Ты что? Не могу понять, что ли. Ну, ладно. Ну, слушай, я... Кроме этих всех фрути, там, тыры-пыры, бери, там... Ну, картошку ты уже говорил. Да, ну, может, не картошку. Ну, что... Про грибы ты ещё что-то рассказывал. Это какой-то, блин, вот у меня есть привкус. Средство для метеопасного, блин. Да, может быть. Сода. Может быть, когда шампунь, да, намыливаешь, а потом его смываешь, и каким-то образом он попадает в рот. Вот так. А, ну, может быть. Кстати, как вы... Хорошая реклама. Как вы смываете себя здесь, в Америке? Удалите. Я не знаю вот это всё. Я не знаю. У нас всё хорошо. У меня не смывается. Я такой скользкий всё время. А мы не мылимся себе. Тело не мылю. Я вот никогда не мылюсь. Я специально мыльце там положил. Я не мылю. Не, вообще не использую мыло, это раз. Просто водой моешь? Да. Нет, на себя шампунь. Ну, шампунь, да. Тоже там, на что-то лью. Сегодня. Потому что я понял, что я... Нет, слушай, я не использую мыло, например. Да, слушай, я уверен, что мыло... Где ты лучше не используешь? Ну, наверное, я когда-то, может, использую, но что-то сейчас уже лью. Понимаешь, он отвлекает меня от своих мыслей так сильно. То есть, вот когда голову намылишь, так и стоишь, и думаешь, да? А вот это надо промылить, это всё, это долго, это отрывает, вода уходит, вообще всё там, знаешь. В этот момент ты можешь стоять и думать о чём-то, и какие-то медитации такой просто находиться вообще. Ну, мы же знаем, мы же фильм смотрели. Даже люди поют под душем. А, ну да, правильно. Я говорю, нет, я не пойму, просто ухожу к себе здесь. В общем, как-то мне не нравится это политическое. Но у меня нет, у меня другие проблемы в жизни сейчас. Я не хочу с этим как-то бороться. Да, ну нафиг про политику, слушай, Миша. Ну нет, это хорошо всё, да, но я не могу ничем хорошим повлиять, знаешь, всё, что я скажу. А ты знаешь, наверное... В России всё настолько, так сказать, все эти разговоры беспочвенно, потому что, ну, как сказать... Играет одна сторона. Да, то есть, ну, говори что хочешь, как бы. Вот, не повлияешь. А в Америке там настолько всё продумано, там вот эти вот какие-то там умные головы, знаешь, там всё. Слушай, нет, я не думаю, тут просто вот... Да ну, а какие сюрпризы? Никаких сюрпризов никогда не было. Ну, есть, есть сюрпризы. Есть сюрпризы, да? Ну, я не буду даже сейчас рассказать, ну типа, ну, не с полностью, что всё, ну да, есть. Ну, у нас тоже будет сюрприз, если у нас это самое Навального не посадят. Но мне кажется, что его и не... Посадят, посадят. А мне кажется, нет. Посадят, да. Вот, чтобы показать, какая у нас вот система. Справедливая, наверное, просто посадят. Я не думаю. Посмотр. Ну, коп уже не занимается. Всё посадит. Ну, и бог с ними. Не, ну, не бог с ними, но я как бы, ну, другие. Мне нужно. Только попипить могу, какие все идиоты, а я умный. Навальный такой, да, симпатичный, чистый у него, что я видел. Мог даже бросить в него какой-нибудь цветок. Я рядом стою. На каком-то нити. Цветок бы длительный. Хорошо, что бы. У меня была с собой только фляжка. О, гады. Как я не люблю всех. Активистов. Активист это хорошо просто. Да, действительно. Слушай, да. И троллирующий активист это хорошо. Но как-то, когда троллирующий активист реально, ну, или просто активист. Кто-то этому верит. Слушай, Миш, ты знаешь. Эмоционально воспринимает, как это правда. Я просто... Как вот эта девушка идет с этими, как там такая... С какими-то бусами. Бусами там. Вот, но тут жил. Господи. Ну... Ну, что-то было в ней неправильно. Ну, такой... Ну, не то, что понт, но такой... Я понимаю, что она тоже может активист. Но она играла. Она играла. Она играла. Не было в этом правды какой-то. Это вот как эта бутылка. Продюсстен Айланд. 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 Это Тот Айланд. Не Ноттен Айланд. Боттен. Боттен Айланд УК. Все. Айриши. Патин. Причем это самое сердце Ирландии. Патин. То есть это не попса. Ну, по идее какая-то. Это вот то, что они, ну, как бы там, сами там в кастрюле делают. Плохо все. Интересно, до какой строчки мы дойдем? Ну, думаю, что... Много больше. Я думаю, что до слова он мы дойдем. Мммм. Вор. О. Окей. Посмотрим. Да, в общем. Ну, я, конечно... Слушай, что-то мне эта тюрьма так это все так достала. В смысле, не достала, что надоело, а вот как-то задело. Сегодня бежали везде. У каждого дома либо черный плакат, либо красный. Слушай, ну, красный тоже дурацкий. Дурацкий, конечно. Ну, не, я просто починал, что там написано дурацкий аргумент. Там нету ничего про сочувствие, да? Про там, типа, что это на самом деле доброе. Эмпатит. Про доброе, что... Ну, нельзя людям так и в тюрьме жить. Ну, нельзя работать. Ну, в общем, все как-то не по-доброму это все. Коперайтеры у них вот такие просто. Ну, у него там тоже. А у этих тоже идут. Ну, как? Слушайте, ребят. Видишь, какого 7-го будет мая, да? Да. Надо что-то придумать третье. Да. Ну, у нас есть шанс повлиять на общественном мире. Да. Да, в принципе, какая разница. Это на самом деле хорошо, что обсуждается. Ну, правда, понятно, что это все ни к чему не придет. Нет, это придет, наверное. Ничего они не придут, там, 60% не наберут. Не наберут, думаю. Слушай, ну, в общем, как-то, да, ну, не знаю. Да ладно, плевать. Честный мешок. Одни, раз, одни. Какие-то другие. Не нравится. Хорошая книжка лежит под камерой, да. Да, наверное, она меня навела на этим место. Hunter and Star. Да, так это же вообще про политику. Fear and Loaf. Это мне Леша подарил, который занимается. Он там один из главников. Он же, но тут же. Да, да. Леша, а он чем провинился-то? Он вместе работал? Не провинился ничем. Ну, он провинился, провинился. Да, он работает. Чернораенко не звонит, Бушкина звонит. Ну, ладно. Знаешь, мы какие-то идиоты просто. Мы паранормальные мужики. Да, да, мы просто какие-то. Зачем мы сегодня бежали, кстати, Миша? Ты можешь мне объяснить? Да. Ну, это было круто. Да. Я не хотел не бежать. Я не хотел бежать, но я не хотел не бежать. Не, ну, это потому что мы так вот... Потому что надо, да, что-то. Как Мюлхаузен, да? Потому что мы паранормальные вообще. Мы не очень. С нами не очень никто не хочет общаться, знаешь. Ну, типа вот Бушкин не хочет, Чернораенко не хочет. Нет, слушай, Тёма с нами с удовольствием побежал. Да. Не, я имею в виду вот эти... Галина Самуиловна сегодня приходила и с нами тоже пообщалась. Да, не, я имею в виду этих нормальных людей, у которых нормальная жизнь. Знаешь, такая уже уже... А нормальная? Ну, я не знаю. Спросил Петрова. Нормальная? Ну, кстати, да. Мне же проще Моля сказал, что всё хорошо. Да, у нас-то, конечно, как-то немножко... Дети там... Ну, у тебя дети вообще отличные. Не, не, у них дети. У меня дети тоже не перекосякают. Вон, Насю, посмотри. Да, во! Да, во! Да, осяки. Ну, осяки. Не, осяки. Ну, нехорошо. Она меня вот если сводит в индийский ресторан, то тогда я ставлю ей там 4 с плюсом. А если она ещё меня там куда-нибудь ещё там где-нибудь напоет, ну, это будет уже 5. Ну, вряд ли. В общем, я когда с ней гулял в Питере, я ничего не пил. Я был вообще просто байк. Слушай, я старался быть... Слушай, мы с ней отличное время провели. Как-то так нормально прошли с ней. Да, это бойфренд Пол, он не очень глупый чувак. Ну, и он рожает. Да, эти-то все. Продуманные те отряды. Ну, такой видный парень, да. Нормальный чувак. Ну, он такой, в общем, шарпый такой. Байк. Мне просто, наверное, родители так, как его сын денег-то не дали. Пошёл учиться куда-то. Дешево. Он же резидент, там, типа, много платит. А, то есть, он уже... Он резидент штата Аева. Нет, он... Натурализовался? Нет, он... 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 Он резидент штата Аева, наверное. Что он местные займы. Ну, он много платили. Он много платил. А, ну... Типа, он год здесь... Сколько ему... Как резиденту, это... Так как это штатов... Ну, штатаевое заведение, да, то... Типа, если ты приезжаешь... Двадцать тысяч, если ты приезжаешь сюда... И, там, пять тысяч, если ты местные. Ну, это, типа, как, знаешь, там, типа... Он локал. Да, он локал. Локал, это здорово. Что-то у меня тут не так всё. Миша. Миша. Ну, да ладно. У тебя всё отлично. У тебя есть ещё чего делать. Что лучше? Да... Скоро не услышим. Да ладно. Ты... Ты вообще не меняешься. У тебя только это... А, вот становишься все более Полом Саймоном. Вот так вот, да. Пол Саймон, да. Слушай, я тут видел фотографию какую-то прикольную где-то на Reddit показывают. Там Пол Саймон, вот этот... Стив Чейз, в общем... В общем, там они там... Стив Чейз это кто? Министр Бауна. Нет, ты помнишь? Ролик такой был... Пол Саймон с мужиком. Пол Саймон, там, на гитаре играет, а мужик там что-то рожей запрашивает. Не помнишь? Никогда, нет? Я, наверное, даже не видел. Стив Чейз. Ну, ладно, такой известный, в общем, актёр. Вокейшн смотрел? Нет, Вокейшн смотрел, смотрел вот этот... Ты не смотрел Вокейшн. Нейшн Ланг Кунт Ол. Ну, Слушай, мы будем смотреть Вокейшн. Хорошо. Ну, вот он там... Комик известный, типа, комедия. Угу. То есть, старый, в общем, он сейчас там, он лет 70, насколько. Ну, скоро мы так не будем говорить про 70-летних. Ты про 60-летних уже не скажешь, что он старый? Слушай, ладно, Леша, окей. Темно... Да, я понимаю, что ты хочешь сказать, я больше тебе могу сказать дальше, ты согласишься, и ты сейчас скажешь. Да, и всё, да, и всё, да, и всё, да, и всё, давай... И жизнь наша закончится. Эту ветку не будет. Не закрываем. Не, пока всё нормально ещё. Пока мы тут за 72... Ну, это, конечно, не результат, но всё-таки 8 миль, да. Но за 7 миль, 72 минуты, это хороший результат. Ну, ну, в смысле, да. Ну, ты фигачил, конечно, просто. Я думаю, господи, откуда? Может быть, у меня... Много ели сегодня. Я подозревал, что ты принимал какие-то специальные гели вообще перед забегом. А потом понял, что гели это я. Это я предприятию. Я принял там, значит, там... Собто слил и сорка вот этих калорий. Мы уже были. Витаминку. Мы были в этом известном местном локальном ресторане, был локальным чуваком. Ну, да. Я вот этого китайца там знаю до 20, что ли. Ну, почему он не меняется? Он тоже не меняется. Наверное, не меняется. Скоро он применяется, да? Ты практически не меняешься. Конечно, да. Он, наверное, удивился. Он не знает, кто ты. У него там было какое-то замешательство. Потому что так он знает, кто всех. Кто этот чувак? Удивился, он не знает. Я тебе рассказывал, да, историю такой Саши формулы. Ну, слушай, вот этого, по-моему, чувака я знаю. Саша, ну, да. Ну, у тебя в Лос-Анджелесе. Ну, не важно. В общем, он ездил в Питер. Конечно, знаю. Он же работал в питерской медиа. По-моему, чуть ли не там. Да, 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 да. Главный. Самый главный директор. Да, 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 по-моему. Прикольный. Да, ну, вот он. Погоди, так это же Фред. Фред, конечно. Фреда я знаю. Слушай, это точно. Ты знаешь, он же работал в университете, да? Я его все знаю здесь. Много кто знает. И там это самое. Что ты разговариваешь с людьми и говоришь, Фред? Какой? Кто такой Фред? Он здесь был, как всегда, немом Алекс. Алекс. Вот он. На Алекс они все реагируют. Они реагируют, а на Фред не реагируют. Кто такой Фред? Ну, чего они вообще? Как у него жизнь-то? Слушай, он развелся с женой. Оба-на! Ты знаешь, во-первых, что он поехал. Давай я тебе расскажу все про Фред. Нет, я все знаю. То есть я знаю, что жене не нравилось здесь. Они вернулись в Питер. Да, в Питер он купил какое-то пионерское что-то. На комендантском там что-то. Да, потом он продал. Здесь уже в каком-то вагоне там, не вагоне там. Ой, да. Там много было. Но потом он продал там, что он на пионерский, приехал сюда и Закэш купил дом. Ага. Что произвел местным фурором. Они так не учились. Закэша так круто. Да, да. Они столько никогда не видели вообще. Да, за сто шестьдесят пять тонн. Вот. Это раз. После этого из него жена Олья ушла от него. Не ушла как бы, знаешь, так ушла вот типа. Типа они разъехались, она поехала обратно. А он стал заниматься живописью и стал работать за маленькие деньги. Живописью? Да, да. Ну рисунком уже. То есть он рисовать? И рисунком. И графикой. И графикой. Ага. Ага. То есть у него с этим все хорошо, да? Не знаю, ну не видел. Ну я видел там начальные попытки. Ну это хорошо. Ну потому что ему делать нечего было. И он говорил, что вот. И дело пошло? С живописью? Ну не знаю. Потому что к вам не стало. Я не знал в Лос-Анджелесе теперь. Ну он ездил на велосипеде там. Пошел. Не знаю. Он на велосипедике ездил. Мы с ним выпивали, да? Иногда. Но Фрак-то классный парень. Да. Вот. И он рассказал такую историю, что вот говорит. У меня жизнь говорит. Отличная. Видишь. Хожу на работу. Чуть работу. Денег не особо надо. У меня есть. Езжу вот. Рисую там. Угу. Полностью говорит стресслесс. Жизнь без стресса. Только говорит, иногда наступает депрессняк. Вот. Так вот. Фред, значит, когда он был маленьким еще, он здесь работал и ездил в Питер защищать, ну, диплом. Да. Диплом с тех сессий сдавать. И как-то он уехал что-то надолго. А он все время в Чайнизе там ел. Угу. Вот. И приехал. И говорит, Боб, слушай, хочу чинить, да? Позвони это самое и закажи. Ну, Боб. Позвонил, заказал. А Фред говорит, слушай, у меня машины нет. Не съездишь ли ты? Ну, Боб приезжает и говорит, ну, вот мне вот это, вот это. Дайте мне, пожалуйста. А этот китайц тот же самый, как мы сегодня видим. Он так пакет держит. Заслонил ее чуть-чуть. Тело где-то. А это для вас? В смысле, это вы для себя покупаете, да. Все понял. Да, у него там понятно. А Боб говорит, нет, это для моего друга. И такой Чайнизат радостный. Да, да, он приехал. Да, блин. Отлично. Волны. Слушай, вот это вот. Мужик уже 20 лет, да, работает у него там. Дорогого стоит на самом деле. То есть это хорошее. То есть из всех нормальных ресторанов Чайнизат. Бесплатно иногда что-нибудь там. Да. Бесплатно. Он просто не знал, кто такой Лешик там. У него все. Все это все перепуталось в голове сегодня. Ну да. Я еще такой же. Я же там всех это побаиваюсь. У меня же там вот эта вот фраза там, что там. Don't speak local language там. From other side of planet там. Я сказал человеку, да. Он вообще просто вот планете. Бум. Сразу слился. Слышал, да? Оля. Не, не слышал эту историю полностью, да? Что я пошел на какую-то конференцию куда-то. А я пошел гулять по голове. Да, помол. А Леша пошел. Но у него были такие ломки, да, в смысле. Он плохо спал. У него давление менялось. Ну, как погода у нас. Реально, слушай, я шел очень плохо. Очень. Он шел, знаешь, какой как стоунд. Знаешь, как это называется по-русски? Стоунд. Груви, да. Не, не груви. Стоунд именно. Знаешь, такой под действием under influence, да? В общем, плохо. Он шел так, да? Очень медленно. Очень медленно. Так смотрел, так под ноги. Даже не смотрел, может быть. Просто так вот. Не, ну я так периодически сканировал там куда-нибудь. Да. Периодически так делал. Ну, вот. И присел на лавочку он там, да? Ну, потому что, во-первых, за ним полицейские поехали там смотреть, куда он идет. Поэтому решил, что лучше никуда не идти, а сесть там в лавочку просто. Да. Чтобы не вызывать подозрений ни у кого. Сел и стал. А рядом сидел мужик какой-то. Да, мужик такой живописный. Как полиция мне интересуется. Ну, может это осведомитель. Может это полицейский был даже, я не знаю. Ну, такой вот, ну, не знаю, прям чувак его в кино снимать. Ну, это местный, местный. Ну, может и местный, да. Он такой, говорит, это, ну, у тебя там трава есть. Он говорит, юхаритис. Я говорю, не, я могу достать. Там. Я говорю, не, не надо. Вот. И как-то он куда-то, значит, ушел. Потом какой-то другой человек. А я сидел перед чем-то, перед чем-то домом. И там человек припарковал свою машину. И что-то мне сказал. Я ничего не понял. Я вообще-то уснул в тот момент. Он меня реально разбудил. Я там дремал. Как-то пригрело солнышко. Мне не надо никуда идти. Хорошо, да. Хорошо этот ушел с этими травами своими. Куда-то там ненужными мне совершенно. Вот. То ли он полицейский, то ли он реально какой-то там дилер. Пушер там, похоже. Вот. Я, значит, задремал. Человек такой. Что-то у меня там. Ну, что-то спросил. Не знаю, что он спросил. Может, хорошее сказал. Я... Ну, что-то еще говорит. Тут я ему вот эту вот телегу толкаю, что я не говорю на местных языках, что я с другой стороны планеты. Это вот то, что у меня родилось в тот момент, когда меня разбудили. Other side of planet. Вот, planet. Я говорю, moon. Ну, ой. Так что будет. Ну, это хорошо, да. Ну, сейчас я не знаю, что такое со мной было. Ну, я спал реально. Что-то мне спалось как-то там. Ну, действительно классная там улица. Не Клинтон, а параллельно Клинтону. Где Бюк, наверное? Нет. Дубук он еще дальше. А вот, как бы, видимо, на север. Параллельно Клинтон. Клинтон идет сама на север. А, ну, хорошо. Значит, вот смотри. Вот Дубук, вот Клинтон. А вот еще что-то. Мэдисон. Наверное? Мэдисон. Ну, это там нету никаких домов. Ближе к реке? Нет. Наоборот. Ближе к реке, чем Клинтон, ничего нет. Есть. Есть. Да? Что? Мэдисон. Мы были здесь. Клинтон, Дебюк, Гилберт. Или Лин. Лин. Можно. Я могу даже показать. Я помню эти лавочки. Здесь тоже китайский ресторан. Там просто лавочки стоят. Вот там дома и лавочки перед ним. Мне еще неудобно. Да. Мы пойдем посмотрим. Да. Там очень хорошо. Мне очень понравилась эта улица. Там вообще это называется как-то норд. Там типа северная сторона. У них там фестивали свои. Свои фестивали. Даже beer fest у них свой. Осенью. То есть они такие вообще. Ну, слушайте, магазин пивной здесь конечно. А я его провел в Джонс Грошире и там хорошо все. Ну там собственно и в секции виски-то для России. Ну выбор ладно, а цены... Ну там... Цены космически прекрасные, слушай. Ну в Америке вообще цены хорошие. Слушай, в Банске у меня беда. Закрыли супермаркет, где продавался... Ну в принципе там выбор виски везде есть небольшой. Просто там был чуть побольше. То есть там можно было что-то такое купить интересное. В общем беда, беда. Да слушай, извини. Все. Есть один на самом деле нормальный магазин, где все это продается. Он называется Беннис. То есть я так и показываю всем. Вот мы приехали в Беннис. Вот Леша Дова. Он смотрит в левый ряд. Вот такая в секции. Нет, слушай. Магазин Беннис, да. Это вторая лучшая вещь в Америке. После завода Баффлент Рейс, конечно. Нет, ну еще... Город Айо-Сити хороший. Апервитс Сайт в Нью-Йорке. Очень хорошее место. Нет, на самом деле тут хорошо. Тут есть хорошие места. То есть у меня было два ожидания от Америки. Я думал, первое, что мне страшно понравится в Нью-Йорке и не понравится больше нигде. Было такое ощущение. Вот. И второе было, что мне вообще не понравится нигде. Вот. Ну ни то ни другое не оправдалось. То есть в Нью-Йорке мне понравилось локально. В других местах Америки мне понравилось тоже локально. То есть как-то... Ну вот так вот. Да, вот что-то среднее такое вот странное. Я ничего не понял пока. Но слушай, а тут что понимать? Тут просто много чего есть. Оно немножко разное. Нет таких у него... Ну... Немного очень общих таких вот. Вот цены где-то. Ну... Дешевые все, да? Ну кое-где дешевые. Ну кое-где дешевые. Да. Мне просто как-то вчера очень нагнало, боимся, нагнало эти здания вот эти большие. А, ну большие здания уже где-то. Мне нагнали, да. Ну а ты там какой-то был неадекватный, конечно. Потому что... Я и был адекватный. Потому что... Ну конечно, я тебя всякого знаю. Ну просто да. Ну пришла девочка, да. Ну даже для тебя-то как-то немножко там... На мой взгляд как-то. Она сама... Она сама тебе пофиг. Она знает, что она не права. Да мне пофиг. Да мне тоже, честно. Прошли. Ася там бронебойная там. Не, она выводы сделала. Ее же не прострелить, по-моему. Прострелить. Прострелить, да. А что там... А как ее можно стрелять, чтобы ее прострелить? Я вообще не понимаю. Она сама почувствует, что она не права. А вроде Константина, по-моему, так. Не помню. Что, Оля? Ну помнишь, мы ей доказали, что надо звонить маме? Правда? Было такое, нет? Че ты смывешься? Я не понимаю тебя. Да. Ну ладно. Еще не смею. Я тоже не понимаю. Оля приделать такой вот, это самое, нос картошкой, как у Илеаны. Будет Илеан. Она тоже все время ржет, когда мы разговариваем. Да. Ох, какая. Ну это хорошо. Это отлично. Нет, прическу. Не, ну отлично, что ржет. Она, значит, в теме, в процессе. Нет, нет, нет. Это нормально. Ребята, это не для записи. Это мы так сказали. Мы даже не знаем, что это записывают. Да, мы посмотрим, куда Леша этот принцет завтра, послезавтра, через месяц. На YouTube. Слушай. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...